Я пошла гулять с Элис по городу. Она показала мне самые главные места. Люди выливали свои какашки, и они все вот так вот стекали в реку. Я в реальной итальянской тусовке. Уфици. Не, 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 уфици, конечно, это мейнстрим. Смотрите, мои любимые плиточки. Плиточки, за которыми я охочусь. И всегда говори о жизни, да. Элизабетта. Чао. Это очень красиво. На самом деле для меня невероятно важно изучать город с местным жителем. Изучать город с тем, для кого эти места родные, кто вырос в них. Вы понимаете, что мы никогда не сможем посмотреть на эту улицу, как на улицу, в которой мы выросли. Сити был довольно важным. Это было окружено по улицу, которые были находятся здесь. У них была термобат, у них была темпы. Мы имели форум. И вот здесь у нас есть форум, вы знаете, все романтики в Толгах. Да, да, да. Демократия. Да, вроде. Ну, в то время у нас был император. И сколько лет назад? Это был первый век до Христа. Мы верим в 30 и 15 лет до Христа. Да, много лет назад. Да, много лет назад. И это место существует в это время? Да, это существует... Да, несколько людей. И это существует как романская колония, как город. И название романская колония была Флорентия. Флорентия, да, есть много объяснений. Вспомните свой двор. Вспомните место, по которому вы каждый день ходили в школу. Вспомните место, я не знаю, где вы первый раз поцеловались. Вспомните место, где вы покупали с мамой мороженое. Это настолько глубоко в нас. Это вообще мы. Это формирует нас. И поэтому невероятно важно изучать город, изучать место, которое тебе нравится, в которое ты влюблён, по крайней мере, как у меня со Флоренцией. Изучать место, в которое ты влюблён с человеком, для которого оно родное. Ты посмотришь на него вообще иначе. Ты перенимешь, попробуешь, по крайней мере, ты попробуешь перенять его опыт. Ты попробуешь почувствовать эту эмоцию. Хотя бы попробуешь. А это очень, очень ценно. Вы видите что-то, потому что я вам даю вам информацию. Если вы посмотрите, вы можете увидеть даты. Я не знаю, что вы можете читать. Нет. 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 Конечно. Знаете, я пошла гулять по Флоренции с Элизабет. Элизабет родилась здесь и прожила здесь всю свою жизнь. И очень примечательная деталь, когда я у нее спросила, Элис, расскажи мне, а как ты путешествуешь по другим странам? Что тебе нравится, что ты ценишь в городах? Она сказала, вот знаешь, Диан, мы путешествуем, конечно, да, мы ездим в Германию, мы ездим в Португалию, мы ездим в Азию, и мы ходим везде. И такие, ну да, красиво, но не Флоренция. Ну да, неплохо, но не Флоренция. И я такая, точно, да, да. И это так прикольно, вот именно, знаете, вот эту фразу поймать от человека. Здорово, но не Флоренция. Прикольно, но не мое родное место. Какие у вас, как много раз вы работаете на экскурсии? Ну, я также учусь в университете. История? Элис преподает моду в университете Флоренции. Она изучает историю моды и изучает архитектуру. Мне было невероятно интересно с ней гулять, потому что у Элис такие же ценности, как и у меня на самом деле. Ей тоже нравится все, что создано человеком. Ей тоже нравится что-то такое атмосферное, не туристическое. Один из лесов из Флоренции, это обязательно флоренция. Посмотрите, сегодня эта красота в Флоренции была ужасной, потому что это было как-то север для открытого воздуха. Посмотрите, вы видите, что есть маленькая пляж, это пляж, это пляж. Это было для связи с флоренцией, потому что вы можете идти. Для того, чтобы вот из этих окон люди выливали свои какашки, и они все вот так вот стекали в реку, вон туда. И смотрите, вот эти мосты, оказывается, нужны для того, чтобы люди переходили, потому что раньше вот здесь было просто невозможно передвигаться. Как интересно! Вот настолько все банально и тривиально, потому что раньше все отбросы, все помои жители Флоренции просто выливали из окна. Я думаю, вы слышали эту историю. В Голландии, по-моему, было то же самое. Передвигаться по улицам было просто невозможно. Но вы представьте, лошади срут, ссут, люди выкидывают все помои в окно. Как передвигаться? Только вот по этим вот переходам между домиками. А, да, еще, кстати, туалеты были прям вот с дырками тоже на пол. С дырками на пол. То есть ты мог сидеть на унитазе, смотреть на прохожего и здороваться. Говорить доброе утро. Приятного аппетита. Похожего ума. Похожего, похожего. 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 Похожего и мы не отнимали системы. Вот здесь есть, где находится, на этой дороге, на этой дороге, на этой дороге, по этой кране. Это очень важно для три причин. Потому что это очень хорошее, и это единственный, который находится здесь. Потому что у нас есть жилеры, и потому что у нас есть посадочные коридоры. Понятно? Да. Было. 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 Какое из-за вашего любимого музея в Флоренце? Palazzo d'Avanzati. What is it? It's a museum of the Florentine House of the Renaissance. So it still has furniture pieces, and still has restrooms, and still has a beautiful environment. It's like a dream of the Renaissance. It's like entering in a house of the Renaissance. Maybe we can go. Of course. What about that? Yes. I've never heard about this place. Never? Yeah, I think you say Uffizi. No, no, no. Uffizi, of course, is beautiful, because mainstream is crowded. Palazzo d'Avanzati, not many people. Palazzo d'Avanzati, it's not different. Palazzo d'Avanzati also? No, this is called Palazzo d'Avanzati. We can walk by, it's a few steps away from here. For example, we went with her together to the Florentine House of the 15th century. Florentine House of the 15th century. And it's the most favorite Elis museum in Florence. So, the family for whom it was built was the Daviti. They were merchants, they were placed in Florence, and they had this building built for them. Here, they had the store, where they were showcasing the textiles they were producing and trading. Later, that's why Davanzati, we had another family, also Davanzati. The Davanzati built this building in the 1500s. And they have inhabited in this house up to the late 1800s. Late 1800s, the last member of the Davanzati family, whose name was Carlo, made something bad, because he suicides. And the palace entered in a crisis. It entered in a crisis and it was later bought by Elia Volpi, the man I mentioned before. Anyway, when the Daviti sold the palace to the Davanzati, the building was chained at the top. Inside that loggia, there was a crenellation of the murls, like castles. There was a coronation on top, it looked like a castle. But anyway, it was built with these three large entry doors, as well as for reinforcing it, so that if intruders were trying to attack, the door was really strong. Look at this. This is a piece of iron that was used for closing the door. This is the ring for opening, and from here, you wouldn't have the house. So, originally the top was open, and also this place was interesting because it was used for another purpose, collecting water. Florence has always been a city where water has been scarce. We only have a river which has been used only especially for throwing bad things inside. So, water was really important, and this family had, as many other, a quartet open unto the sky. The rain would have fallen here, and would have been collected in a system in the underground. If you look up, you can see these hundreds, and you can see all the batteries, which had 40 water on here. So, here, there was the pavement, which was slightly slammed toward the center, passing through a cutlerated stone, and collected through the basement. You can see there the door, the entrance for the basement. You can see something very special. So, this is what we were looking at downstairs. These are the four openings that we have seen on top of each door, each entrance. And this was for several things. They could know what was going on the stairs. They had a system of ventilation, but the main purpose was to be safe. In case of attack of intruders, they could have poured down many different, you know, things. There could be a stone. There could be, I don't know, popped with boiling water on the fireplace, which we poured down. Anything to defend themselves. So, this was a very interesting defense system. Yeah. Also ventilation, right? Thank you. Thank you. Thank you. You know, guys, I now go to this museum with Alice. And I just feel incredible emotions. I feel incredible feelings. Because the place is divine. The place is divine. And Alice told me, and I asked her why this is your best museum? Why this is your favorite museum in Florence? She said one phrase. It's my favorite at all, because it really makes you feel like you were traveling in time. Yeah. It's even five. And then you end up on 300 years ago. 300 years ago. 300 years ago. And I said, yeah, 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 yeah. I understand that feeling. It's right. It's right. You know, enjoy the outside because they were not to see the trees. You know, enjoy the outside because they were not to see the trees. And they were just building and transform this building into a museum. In which time? Yes. Early 1900s. In 1904. He brought it. Before the War? Yes. Before the War, but he saved it from the destruction of the 1800s. He was a . This was really important work. You see, that's the beautiful. Yeah. The beautiful rooms. Я помню, было даже время, когда я искала места, вот такие вот места, где прям сохранилась настоящая атмосфера города, там, 500 лет назад, средневекового города, например. Это очень-очень тяжело найти, но Флоренция – один из таких городов. Без спор, Флоренция – одно из таких мест. В этом году мы видим уже несколько видов. Мы нужны ли у мужчин, полный дождь и благословый. То есть, вы можете видеть Христа, как так, в самом деле, как в михеландале, в том числе, благословый, благословый. Мы прогулялись с Элис по площади Синьории. Площадь Синьории это, кстати, место, где находится галерея Уфицы и где находится огромный такой средневековый дворец с башней, где раньше жил Козимо, Козимо Медичи, один из известнейших людей вообще в семье Медичи. Мы гуляли с Элис по историческому центру. Она мне показывала палаццо Стротца. Кстати, музей современного искусства очень мне нравится. Я помню, пять лет назад я была в этом музее, и мне он невероятно понравился. Там я увидела работы Лучо Фонтана первый раз. На этот раз я познакомилась с выставкой Аниша Капура, тоже классная. По-моему, художник индийского происхождения, но живет в Америке. Как вы понимаете, по названию Стротца это имя семьи, фамилия семьи. Она была тоже могущественна, как и семья Медичи. И, кстати, напротив палаццо Стротца есть первый магазин Гуччи. Первый вообще в истории магазин Гуччи. Он был открыт именно здесь. Магазин Гуччи, магазин Пуччи и магазин Капуччи. Три семьи известных дизайнеров, известных мировых дизайнеров. Они из Флоренции. И когда мы гуляли, Элис показала мне маленькие винные окошки. Она рассказала, откуда они взялись и произошла. И случилась очень интересная история. Чао! К нам подошла девушка и пригласила нас на ужин. Я Кини Федагамо. Очень рада вас познакомиться. И мы сделаем... Пиачери. Очень приятно. И мы сделаем удачный дизайнер на завтраке. Прямо да. Она тоже всегда говорит «да». И оказывается, этот вечер был первым в работе нового заведения ресторана «Одион» при кинотеатре. Старый-старый кинотеатр. Место, конечно, атмосферное. Мне понравилось. Оно мне действительно понравилось. Там целый день крутят фильмы. Это книжный магазин, совмещенный с кинотеатром. То есть на первом этаже книжный. Можешь заказать что-то в ресторане. И потом подняться наверх, поесть там и посмотреть что-то из старого кино. Мне кажется, идея классная. В России пока такого нет. Но я бы хотела. Было бы популярно. Что я могу сказать про еду? Мне нравится место. Мне нравится людям. И я в реальной итальянской тусовке. И это очень прикольно. Почему? Что ты думаешь? Эй! Я добавляю что-то с соммой. Очень вкусно. На ужине ребята как раз тестировали меню. И мы были первыми людьми, кто пробует вообще все эти блюда. Я заказала стейк, салат и карпаччо из тыквы. С строчителой. Класс. Мне все очень понравилось. А еще мы пили вино. Много вина. Ну что, я вышла после нашего динера. Вот тут вот он был, наш динер. Пятница вечер, приятные ощущения. Я счастлива, вкусно поела. Все было круто. И всегда говори жизни да. Вы знаете, нас просто абсолютно случайно пригласили на этот ужин. Вы сами видели это все на видео. И вот так мы классно провели время. И вот за эти детали, вот за эти моменты, которые я узнаю от других людей, я и ценю экскурсии. Я не знаю, как можно не любить экскурсии. Мне кажется, это невероятно важно. Взять человека и за час, за два просто узнать о городе все. Мне кажется, что вы никогда не узнаете город сами настолько вот под таким углом, о котором вам может рассказать человек, который вырос здесь. И вообще, вот эта прогулка с Элис, она тоже, она тоже дала мне такую маленькую частичку, маленькое ощущение того, что я хотя бы чуть-чуть не знаю Флоренцию. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы вот настолько. Поэтому я вам очень советую брать гида и гулять с ним по городу, в который вы приезжаете. И который искренне хотите узнать. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...